День добрый, на связи Амкабаски. Сегодня мы начнем с вами разбор моддинга игры Виктория 2. Вообще, Виктория 2 это игра, с которой начался наш консервативный канал, ибо первые видео были сняты как раз именно по ней. А также, эта игра, которая у нас всегда на канале была, есть, ну и конечно же будет. И более чем за 2 года активной записи этой игры мы смогли сделать такие прекрасные, замечательные вещи, как полный разбор механики игры. Пожалуй, самый лучший не только в русскоязычном секторе, а и во всем интернете, где в формате видео, гайдов, мануалов. Детально разбирается каждый аспект игры, чтобы любой человек, который даже вообще никогда не играл Викторию, смог играть в нее как настоящий профессионал и делать довольно интересные и дикие вещи. А также записаны такие топовые хардкорные прохождения за страны, как Швеция, Конфедерация, Сокота, Великобритания и Техас. Но это тоже не предел, новые прохождения у нас всегда по ней, конечно же, выходить будут. Но на одном из стримов я как-то раз обмолвался, слушайте, а почему бы мне не записать целый такой вот гайд, мануал, серию видео по моддингу игры, где я вам расскажу о таких вещах, как создать свои собственные решения, события, страны, провинции, культуры, религии и многое-многое другое. Ну и вы эту идею, конечно же, поддержали, а значит эту рубрику на канале я наконец-то таки запускаю. И сегодня в первом видео я расскажу вам о том, как создать мод, вообще что такое моддинг в игровой индустрии, не только в Виктории, что в этой игре можно модифицировать, что нельзя, как это модифицировать. Ну и конечно же мы с вами создадим первый тестовый мод, который вы в результате просмотра этого видео сами сможете создать и запустить в игре. Кроме того, хочу отметить специально прямо сейчас в начале, если вы где-то будете испытывать какие-то затруднения, то есть вам нужно будет больше требоваться времени, чтобы переварить информацию, сделать это еще попутно на практике, не стесняйтесь отматывать, ставить на паузу, потому что этот гайд, мануал, так сказать, направлен в первую очередь не на профессиональных программистов, а в частности и для них, кстати, это может быть интересно, если они с Викторией не знакомы, а на то, чтобы любой человек, который вообще не знаком с программированием, смог, полностью просмотрев, изучив все эти видео, стать качественным мододелом этой игры и создавать какие-то свои интересненькие моды. Поэтому я буду упоминать некоторые вещи из программирования в частности. В первую очередь, начнем мы с вами с того, что моддинг это модификация или изменение исходных файлов игры с целью создания новых характеристик и особенностей на базе готовой механики. То есть мы сразу можем с вами увидеть, что моддинг это не кодер, не скриптер и даже не программист, потому что он не пишет какие-то новые функции, новые механики, он уже работает с тем, что сделали разработчики, лишь изменяя переменные, значения, классы и прочее, создавая на базе них нечто похожее и в чем-то даже может быть уникальное. Однако это не значит, что моддинг это что-то такое, знаете, низкоуровневое. При желании талантливый моддер, профессионал, используя именно принципы моддинга с технической точки зрения, может создать с точки зрения уже юзер интерфейс или по-другому пользовательских интерфейсов, ну в данном случае самой игры запущенной Виктории. Нечто такое уникальное, аховое, оховое, что не имело аналогов в самой игре, если очень сильно постараться. Модификация всегда заключается в изменении файлов игры, мы будем работать с вами с Викторией 2. Поэтому запустим с вами Steam, в Steam найдем Викторию 2, правой кнопкой свойства, локальные файлы, просмотреть локальные файлы. И вы попадете в папку директорию с игрой, где увидим множество с вами папок, текстешек, блокнотиков, картинок, экзешек и прочего, прочего, прочего. Вот это все при желании можно изменить и создать нечто свое неповторимое и уникальное. Вообще, многое зависит от разработчиков моддинги и парадоксы очень дружелюбно подошли к модификации их игр, сделав максимально удобным и понятным это для игроков, которые захотят что-то новенькое там создать или поменять при желании. Поэтому нам проще будет с вами здесь сориентироваться. Казалось бы, вот вы оказались в папке с игрой, допустим, вот вы захотели изменить что-то, зашли в папку, ну не знаю, там допустим, для примера куда-нибудь там, ну скажем, в папку history, countries, отвечающую за информацию о странах Албании. Ну и не знаю, тут, к примеру, решили заменить реформу. Вот у вас по умолчанию в стране нет рабства. Вот так сделали, сохранили, ха-ха, у нас теперь при старте игры у Албании, если, допустим, выделить ее, будет рабство разрешено. Но нет, и сохранить, прям Ctrl-S нажать, и вот таких вот сотни изменений в играх файлов делать. Но это категорически неправильно, и первое правило, которое вам надо усвоить, никогда не меняйте Victoria 2 так файлы. Почему все очень просто? Потому что вот вы поставили парочку приколов, ха-ха, хи-хи, поигрались, поприкалывались, но захотелось играть в нормальную игру. А что вы изменяли, где вы там что-то поменяли, потому что тысячи файлов в игре вы можете тупо забыть элементарно, особенно если делали несколько изменений. И в итоге вам придется либо удалять игру, переустанавливать, либо здесь у нас проводить, проверять целостность файлов игры, чтобы вам все это заново переустанавливалось. Чтобы избежать таких проблем, надо делать полноценный мод с точки зрения терминологии игры. Если мы зайдем в папку корневую с игрой, то нам в глаза наверняка бросится папка мод, которую мы здесь видим. Откроем ее. Здесь, вот если у вас лично не стоит никаких модов, то у вас здесь будет только файл dummy.txt, который можно перевести как кукла или манекен. Давайте его откроем. Тут на английском написано у нас следующее. Я кукла файл, манекен файл. Я здесь для того, чтобы убедиться, что директория мод была создана. Я свою задачу выполнил, съешь меня. Вот такое прикольное описание от парадоксов. То есть, по умолчанию игра всегда проверяет, создана ли папка с игрой мод, и если нет, она по идее должна ее создать, и создать здесь файлик dummy.txt. Вы его можете удалить, если он вам не нужен, но я у себя оставлю, он как бы один килобатт, что тут такого. И здесь вы будете размещать уже моды и писать, работать с ними. Здесь вы можете заметить, кроме dummy.txt, двух типов файлов, по три каждого. А именно, файлы с разрешением .mod, их три штуки, ab и rus304, и аналогичные папки уже просто с такими же названиями, ab.rus304. И я сейчас объясню. Это у нас, соответственно, русификация игры, которую я поставил. А, а и b, это полностью написанные мной моды, для того, чтобы вам сейчас на видео продемонстрировать один принцип моддинга в этой игре. Сразу хочу сказать, что готовый мод в этой игре всегда состоит из двух файлов. Первое, это блокнот.mod расширение, и второе, это папка. Если вы сделаете что-то только одно, игра это не увидит как мод, и вы не сможете вот эти изменения как-то внести в игру. Все всегда начинается с создания файла .mod. Это, говоря по-другому, информация о моде. То есть, когда игра в папке mod видит files.mod, она его открывает и начинает считывать. Вот давайте мы с вами откроем, попытаемся считать a.mod. Этот файл всегда состоит из двух переменных, которые задают важные параметры для самой игры. Name и patch. Ну, вообще, поскольку вы можете быть незнакомы с программированием, я вам расскажу сейчас, что такое переменные. Вообще, всегда у программирования, как правило, изучается какой-то язык с того, какие там есть переменные, типа данных. Переменные это некий тип данных, вещь такая вот, которая хранит в себе какую-либо информацию, в зависимости от своего типа. А типы переменных бывают совершенно разные. Это может быть тип integer, хранящий в себе целое число 5, 7, 8, 10, 110 и так далее. Может быть, float, это переменная с плавающей точкой, например, 1.65, 713.815 и так далее. Может быть, boolean, или логический тип, хранящий в себе true или false. Ложь или истину, ноль или один. И так и так, допустим, в разных языках и вариантах. Это может быть вообще стринги, стринга, но и те стринги, о которых вы, скорее всего, подумали. Это в строках, хранящий себе какой-то символный набор, текст. Это могут быть вообще массивы, двумерные, трехмерные и так далее, и тому подобное. Вот в Виктории у нас часто будут встречаться в моддинге переменные, и мы будем задавать им какое-либо значение, в зависимости от того, что мы хотим с вами увидеть. Тут у нас две переменные. Первая это name, или если переводить на русский язык, название, имя. И тут она у нас задает, это переменное, название мода, как будет называться наш мод. И тут вы можете написать какое-либо название мода. Вот если мы сейчас попытаемся запустить саму игру, то здесь вот мы увидим, где Select Mode to Play, три мода. А, Б и русификатор, Б2 и так далее. Вот, поскольку здесь написано в данном случае Name A, вот это вот А, значит, что здесь вводится А. Если мы, допустим, напишем здесь 1, 2, 3, то здесь будет, сохраним, перед запустимым игру, будет написано 1, 2, 3. Название мода, на самом деле, имеет под собой две важных функции, которые она выполняет. Первая, это, я ее назову, функция ориентации, то есть, чтобы мы с вами могли визуально ориентироваться, что это за мод, ведь у каждой вещи, у своего творения, должно быть название, как у книги название, у фильма название, так же у моды есть название. И чтобы вы, или те, кто его будет устанавливать, смогли понять, что же это за мод, чтобы ориентироваться. Поэтому название надо не 1, 2, 3 давать, там, или не А, как мы сейчас в тестовом видео делаем. А то название, которое отражает суть вашего мода. Это первая функция. И вторая функция, она более важная, ее, как правило, очень часто опускают. Это функция ротации. Поскольку, может быть, у вас запущено 2 или более модов, изменяющих одну или ту же вещь. Допустим, вот у нас здесь для теста мы изменяем информацию о России, Российской империи. И, допустим, вот это есть у нас и в моде А, и в моде Б. Ну, там разные значения заданы, конечно же. Поэтому, в таком случае, вам надо еще учитывать в названии ориентации. Что приоритетнее? Ротация здесь происходит на основании стандартного упорядочения по имени. То есть, А, Б, С, Д, там, другие буквы и прочее, как у вас сортируются здесь папки с игрой. Можете это использовать для того, чтобы определить, как по названию будет все ротироваться. В таком случае, имейте это в виду. Я вообще вам рекомендую при написании мода, если вы пишете мод какой-то не только там для себя, но и потом для других людей, всегда писать мод с отключенными другими модами, потому что множество модов могут затрагивать одни и те же вещи. Это будет и вам искажать тестирование, и мод вы сами не увидите полноценно. Ну и другие люди не поймут. Так что, учитывайте при названии ротацию того, какой мод будет первичный, какой вторичный. Чуть позже я вам сейчас покажу этот принцип, как работает на практике. И вторая переменная, это переменная патч. А если переводить ее на русский язык, это будет путь. Вообще, по умолчанию, игра проверяет все свои стандартные файлы в корневой директории игры, отсюда их считывает. Также она отсюда будет считывать моды. Поэтому вам надо указать конкретный путь к вашему моду, потому что папки мод, она их уже не считывает. Например, мод, и тут вы создадите папку с уже внесенными изменениями в игру. Вам надо это будет прописать, чтобы игра могла понять, что этот мод находится здесь, и эти файлы заменять. В данном случае у нас прописан здесь мод, такой вот слэш, с нижнего левого, подчеркнили, на верхнее правое, и папка A. Это значит, что если у нас будет включен мод A здесь при запуске, то в таком случае вот эти вот изменения, с вот этой папки, все вот эти файлы будут заменять стандартные файлы из игры. И наоборот, если вы мод отключите, эти изменения вступать в силу не будут. Сразу хочу вам сказать, что вы здесь можете прописать не обязательно папку мод, вы можете хоть вообще там создать папку, не знаю, mine mods, мои моды, еще что-то, и там уже указывать что-то еще. Но опять же, это будет нарушением стандарта, особенно если вы пишете мод не только для себя, а хотите его опубликовать, чтобы увидели другие люди, я вам крайне настоятельно всегда рекомендую указывать папку мод. Всегда. После слэша здесь указывать название папки, которая будет использоваться для вашего мода. Вот, собственно говоря, такие вот переменные и содержат в себе файл разрешения .mod с информацией о модах. Давайте его закроем, изменить ничего не будем. Теперь давайте для теста создадим наш с вами собственный мод. Для начала нам потребуется обычный .txt файлик, мы его создадим. В названии сразу хочу сказать, именно файла разрешения .mod и папки с игрой категорически нельзя использовать какие-либо символы, кроме стандартных символов английского языка, цифр, и прочих таких вот типа черточек, точек, подчерки, и прочего. Поэтому на русском не пишите, допустим, мой мод, например, .txt. Игра это не увидит, даже если вы все правильно в нем напишите. Давайте, допустим, создадим мод под названием .t, 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 третья буква алфавита английского. Вот мы его создали, открываем .txt, и нам надо прописать эти две переменные вручную. Первым пропишем, конечно же, название мода, name, пишем name, пробел, равно пробел, всегда здесь задаются переменные, так обратите это внимание. Потом двойные кавычки ставятся shift плюс e. Сразу хочу сказать, многие делают ошибку, например, сразу поставить две кавычки, а потом что-то начнут заполнять. Это категорически здесь в этом модинге делать нельзя. Вам надо вначале поставить кавычку, заполнить, а потом поставить кавычку. Объясню. Дело в том, что кавычки созданные вот таким вот образом или созданные, допустим, вот таким вот образом, они будут выглядеть одинаково, но с точки зрения кода они будут отличаться. И если вот так вот поставили две кавычки, потом что-то заполнили, игра это не прочитает, и мод у вас работоспособным не будет, конечно же. Поэтому всегда, вот вы прописали name, равно пробел, равно пробел, ставите кавычку и пишите название. Допустим, назовем его наш первый мод. Наш первый мод. Здесь писать русские эти можно, без проблем. Ставим двойную кавычку. Все, теперь ему присвоено такое название. На следующей строке пишем patch, равно пробел, равно пробел, тоже ставим двойную кавычку, пишем папку mod, можно написать другую, но рекомендую именно так делать. Слэш, ну и допустим, c, у нас он будет так называться. Тоже здесь русские эти не указываются, иначе игра это не увидит. Поставим c. и ставим двойную кавычку снова. Нажимаем ctrl-c, сохранить. Все, теперь, если мы с вами запустим, чисто для теста давайте запустим, мы увидим, что здесь мода, конечно же, нет. А почему? Потому что нет папки с модом. Вот, вам надо также создать, а нет, стоп, не так, не так, не так, не так, мы точка мод не сменили, вот, меняем точка мод, и теперь вот, если вы запустите папку на игру, вы видите, что здесь у нас появится мод, наш первый мод, но на самом деле он не будет иметь никакой силы, потому что папки с ним нет, и никаких изменений она не вносит. Даже если вот вы создадите здесь папку с модом, давайте ее создадим, C назовем английской C, убедитесь, что пишите и там, и там английскую C, а не русскую, потому что они выглядят одинаково. И тут она будет пустой, и у вас все равно этот мод ничего не будет давать, он не будет иметь никакого эффекта. Вам надо будет сюда что-то внести, чтобы показать. Кстати, насчет очередности, если вы используете два и более модов, я вам хочу показать вот один принцип. Вот здесь в папке моде A, History, Countries, Rus, Russia, тексты в этом файле хранятся информации Российской империи в игре. Я для теста специально решил показать вам принципы иерархии. Видите здесь, что иерархия A выше, чем B. И здесь мы тоже в моде B затрагиваем папку Rus, Russia, и тут мы, если поставим два блокнотика, мы увидим, что в первом мы с вами изменили значение plurality на 60, там по-моему 25 в начале стоит, изначально в самой игре, а во втором в B мы поставили plurality 50. Вот если мы сейчас с вами запустим игру и включим мод A и B, то по идее должен быть конфликт, то есть игра будет думать, что считывать, раз одинаковая перемена изменена, одинаковый файл. Она считает то, что будет раньше, то есть только A будет включен, B учитываться не будет в данном случае. Сейчас мы прогрузим игру, чтобы на практике это с вами увидеть. Запустим игру, зайдем за Российскую империю, и во вкладку политику зайдем, видим, что здесь plurality равно 60, то есть мод A сработал, мод B не сработал. Учитывайте это, когда будете писать моды или ставить несколько модов, приписывать что-то к чему-то, к какому-то моду. Можем с вами выйти теперь. Это в принципе я вам наглядно показал. Теперь же давайте с вами создадим наш с вами первый мод, C, как мы уже сделали. Допустим, для примера, как это будет выглядеть. Вначале вы смотрите в папке с игрой, что же вы хотите изменить. Но поскольку у нас консервативный канал, давайте мы сделаем так, чтобы для теста первый мод в верхней палате Российской империи было 100% консерваторов на момент начала игры. Для этого нам надо зайти в папку History, которая отвечает за всю информацию, связанную с странами, с историей игры. Во вкладку Countries, где хранится информация о странах, здесь найти файл рус Russia.txt, который хранит информацию о Российской империи, выйти обратно, зайти в папку мод C, которая у нас встречает за этот мод. Здесь, во-первых, нам надо будет продублировать те папки путь тот же самый, а именно History. И следующая папка это coin3s Countries пишется так. И сюда мы вставляем этот файл. Для начала давайте, как я уже сказал, изменим верхнюю палату и только это. Ну, это все мы будем более детально потом анализировать, что за что отвечает. Ну, тут несложно догадаться, обладая элементарным познанием английского языка, что вот этот вот класс, по сути дела, можно сказать, массив, можно по-разному называть, содержит себе несколько переменок, upper house, значение каждой идеологии, какая, где здесь представлена. И на момент начала игры у нас мы можем видеть, что 60% консерваторов, 21% реакционеров, 19% либералов. Мы поставим консерваторов сотню, остальные, конечно же, уберем, иначе будет краш, потому что не будет 100% походить суммарная. Закроем теперь, все, здесь изменения внесено, Ctrl S я нажал. Теперь, если мы с вами запустим игру и включим наш первый мод, и зайдем из Российской империи, мы увидим, что в верхней парламете у нас будет 100% консерваторов. так, заходим в новую игру и за Российскую империю. И теперь, если мы откроем вкладку в политику, мы увидим, что здесь уже 100% консерваторов заседает в верхней палате. Ну, конечно, это не очень долгосрочные изменения, потому что потом пройдут выборы, раз в год это, ну, там, меняется, вы знаете, в конце января. И на основании предпочтений избираемой группы оно изменится, но, тем не менее, как пример первого моду на 100% консерваторов здесь в верхней палате. Давайте выйдем. Вот, собственно, мы написали с вами первый мод. В принципе, ничего сложного, главное, разобраться, что за что отвечает. Кстати говоря, важный момент. В каждом видео, если какие-то моды будут даваться, вот этот вот мод первый я залью в группу ВК, потому что можно прикреплять файлы, на ютубе файлы прикреплять вы знаете, нельзя. А посему в описании под этим видео будет ссылка на пост в группе ВК, в котором крайне настоятельно рекомендую вступить. Там очень много полезной информации по канале, по каналу и, например, там, когда стрим, видюшки и прочее, прочее. Поэтому в группу ВК вступайте, в группу в стиме тоже вступайте, ссылка есть в описании. Ну и в таком формате мы будем с вами продолжать работать над модами. Ну и, конечно же, если вам понравилось это видео, сразу же нажимайте, не стесняйтесь лайка, жмите уведомления, включайте за такой звоночек колокольчик, уведомления все. Подписывайтесь на канал, конечно же, самое главное, чтобы увидеть другие видео по модингу, ну и пишите в комментариях, какие вопросы вы бы хотели увидеть по разбору, в частности, в модинге. На связи с моим Кабаски мы заканчиваем. Всем спасибо за внимание, увидимся с вами в следующих видео на нашем с вами старом добром консервативном канале. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok